Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Blowns TD6. А что это у нас? Мы будем в этом видео создавать нашего сотого парагона-подводника. Да, неужели? Неужели в нашем новом обновлении вышел этот парагон? Как на самом деле мы его долго ждали, я буквально вчера посмотрел, так это то, что последний парагон у нас выходил буквально больше чем полгода назад. Совсем давно нас что-то не радовали новыми прокачками, и вот наконец-то он у нас вышел. Пока что название я его нормально запомнить не могу, но что хочу сказать, надеюсь, что вам понравится данное видео, и если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, то мне будет правда очень приятно, это будет наилучшее оценивание моих трудов, потому что стараюсь для вас все это сделать, поэтому вот так вот. И, наверное, будем такой краткий экскурс сделать, как я обычно всегда делаю. Я вам расскажу о том, как у нас создавать, собственно, сотых парагонов, если вы играете в одиночном режиме. Для этого вам определенно понадобится герой Джеральда, который вот у меня уже стоит на данный момент, как вы можете заметить. И карту я выбрал пряные острова, потому что у нас герой-подводник все-таки водная обезьяна, водная прокачка, и нам надо бы их поставить побольше. Исходя из этого, я решил у нас прокачивать еще флип бустеров по нижней линии, чтобы мы зарабатывали именно на них основную сумму денег. И так вот, для того, чтобы вам создать парагонов с этой степени у нашего Джеральда, вам надо его прокачать сначала до 20 уровня, и последний предмет в его магазине это будет тотемы парагонов. И таких тотемов надо будет поставить 45 штук. При этом каждый новый тотем обновляется через один раунд. Ну, точнее, каждый раунд даже. Поэтому я вам советую убирать автостарт, чтобы как-нибудь не забыть, не пропустить один из тотемов и ставить их поочередно, пока у вас не наберется 45. Но если у вас есть обезьянье знания на два мастера арбалета, и вы захотите создавать владыку плазмы, то вам будет достаточно всего 40 тотемов. Поэтому вот так вот. Это одно из первых правил. Второе правило у нас является в том, что мы должны прокачать подводников больше, чем 100 раз. Ну, точнее, 100 раз будет достаточно, не считая пятых тиров. То есть пятые тиры у нас однозначных надо вкачать. И также 100 прокачек сделать уже на других подводников. Я так думаю, что это тоже несложно набрать, потому что каждому из вас понадобится много подводников, потому что их надо прокачивать, чтобы выживать. Чтобы буквально выживать в этих раундах. Также на эти все 100 прокачек нам надо потратить минимум 250 тысяч монет. То, собственно, тоже вполне себе нормальная сумма. Не такая уж и сложная. Одно из самых сложных условий. Одно из самых сложных условий, точнее. Это у нас будет набрать 16 миллионов 200 тысяч урона за наших подводников. То есть именно суммарно все они должны нанести именно такое количество урона. Но в связи с тем, что у нас вышло обновление прошлое, где мы теперь можем отдавать дополнительно свои денюжки, чтобы увеличить степень парагона, то мы можем либо нанести 16 миллионов 200 тысяч урона в общем, либо же отдать парагону дополнительно 4 миллиона монет. Ну и также, как вы понимаете, можно и отдавать, получается, 2 миллиона и нанести тоже 8 миллионов. То есть вот так вот разделить пополам. И вместе у вас так засуммируются. Сейчас на 107 раунде вы уже можете посмотреть, как я тут поставил подводников их много, тотемы. Тотемов у нас тут уже почти 45 штук. И я продолжал их потом ставить, даже когда у меня их набралось 45. Не страшно, для уверенности, чтобы все у нас было хорошо. И то есть все главные условия, в принципе, у меня уже довольно выполнимы. Без каких-либо проблем подводники наносят урон, тем более я получаю денег чуть побольше, следовательно, я не сильно боялся о том, что у нас не будет подводника с этой степени. Потом продадим всех лебустеров. Спокойно создадим нашего парагона. Также мой совет создавать парагона, именно после окончания раунда, не начиная другой. Потому что у вас так раунды могут перелететь, и вы не создадите сотую степень парагона. А если вы перезадите в игру, то уже следующий раунд стартанет, и ваш парагон не пересоздастся. То есть у вас не будет шансов, и придется все делать заново, к сожалению. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны в этом плане. А сейчас мы уже будем с вами приступать к созданию нашего сотого парагона-подводника. Как-то так все просто выходит на удивление. Смотрите, наш морское осадное ядро. Отдаем ему дополнительно 800 тысяч. И что у нас тут происходит? Воу! Подводник сотой степени у нас удался. Продаю других обезьян, чтобы мы сосредоточились именно на нем. И если честно, я не знаю, может быть я его в не очень хорошем месте поставил. Хотя, по-моему, все нормально. То есть тут вот прикол этого подводника заключается в том, что он также видит в радиусе других ваших подводников, следовательно, ну точнее в радиусе других ваших обезьян. Поэтому я сейчас на протяжении всей карты поставлю еще их немного, чтобы они хотя бы своим радиусом задевали линии на карте. И пока что он наносит очень даже хороший урон, как вы можете посмотреть. Но ему, правда, недостаточно радиуса в этом плане. И то есть вот сейчас вот я вот так вот размещаю, и все. Теперь наше ядро начинает наносить очень даже такой значимый урон. И сейчас я понимаю, что в принципе, блин, можно было бы поставить еще парочку подводников, потому что, например, на финале карты он немного тут не затрагивает по радиусу. Ну да ладно. И что хочу вот вам сказать насчет нашего Навархата. Ой, Навархата. Офигеть. Совсем забыл, что у нас же тут уже не только флебустиер появился, а еще и теперь подводник. Наше ядро замечательное, классное. То есть скилл его я не юзаю здесь, в данном видео, потому что ему надо 15 секунд. Просто он сидит АФК, он даже урон не наносит. Это вы можете узнать, посмотрев мое предыдущее видео, которое вышло вчера, про обновление наше 41-ое. И там он стоит 15 секунд, и после чего брызгает кислотой какой-то радиоактивной, которая наносит очень даже, ну, приличный урон. И вот эти вот 15 секунд за это время можно запросто проиграть, к сожалению. Поэтому надо за этим следить. И использовать этот скилл только в тех ситуациях, когда у вас есть какая-то поддержка. Какой-то может быть дополнительный парагон, понимая, что вы как бы устоите, что он сможет задефать, пока ваш подводник будет АФКшить. И вот данная ситуация мне как бы вообще не нравится, поэтому эту способность я не использовал, потому что я понимаю, что я сразу же отлечу. Другие подводники, которые у меня стоят на карте, они мне не помогут задефаться. Поэтому даже вот не знаю. Также я его не использовал в стиле погружения. У него есть также кнопка, которая позволяет его погрузить под воду, и он начинает тоже такой радиационный урон наносить по области. Может быть там еще что-то камуфляж пробивать, хотя он и так камуфляж в принципе пробивает. То есть тоже я это не использовал, потому что по урону это вот облако, радиационное поле, оно довольно слабое, как по мне на самом деле. То есть урона она наносит не так уж и много. Основной урон, наверное, идет против шаров. Но все-таки когда мы ставим наших парагонов, у нас уже очень даже велик урон, очень даже велика прокачка, и основной нашей проблемой уже будут являться именно муабы. То есть биф-бизомги, бэды, ддт. Вот это наша будет главная сложность. Как уничтожить керамические шары, в принципе, уже никаких проблем нам не составляет. Поэтому даже вот я не сильно вижу смысла, зачем нам это, зачем вот это вот погружение. Если вы разбирались в этой теме, то скажите мне, пожалуйста, мне правда будет очень интересно узнать по этому поводу. Может быть у него есть, правда, очень классные прокачки. И что еще, кстати, я бы хотел бы отметить по поводу нашего ядра. Я почему-то из названия парагона только ядро запомнил. Так это то, что это первый парагон из нашей вот рубрики, которую мы снимаем, который не дошел в соло до 200 раунда. Представляете? Ну вот не дошел, ну вот не смог. Надо же. То есть мы когда создавали морского наварха на точно этой же карте полтора года назад, он преодолел у нас до 200 раунда спокойно. И почти даже 200 раунд он прошел, но вот что-то не вышло. Как и у остальных парагонов, они всегда, знаете, как-то замирали на точке 200 раунда. Им одним было сложно с ним справиться. Хотя сейчас, кстати, ведь у нас еще появилось обезвение знания, которое усиливает нашего парагона, если у него нет пятого тира прокачки дополнительного. А здесь все-таки и без этого, точнее, используя это обезвение знания, мы все равно не смогли пройти. Вот это меня очень удивило. То есть как-то вот парагон на самом деле не прям уж настолько силен, как оказалось. Он интересный, он реально хорош за свою стоимость, потому что стоит-то он немало... Ой, немного денег, если так подумать. Ну, морскому наварху я, наверное, больше бы отдал чести, потому что, правда, в этом плане он очень силен. Подводник хорош, он интересен, и его не так сложно создать, потому что, в принципе, эта обезьяна очень сильна, и дефаться не так уж и сложно. Парагон выглядит интересно, мне очень он нравится, и сама суть в том, что у нас добавляют новых парагонов, уже радует больше разнообразия в игре, больше интереса. Это всегда замечательно. Поэтому вот, а так я думаю, что на этом буду заканчивать данное видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!